Городская администрация Вилкова во главе с мэром Виктором Позняком встречает участников Дунайского медиафорума. Гостям здесь всегда рады. В последнее время этот небольшой город с населением всего 11 тысяч все чаще привлекает к себе внимание любителей так называемого зеленого туризма. Привлекает людей наша природа, наша экология, наш заповедник, в котором находится 56 видов птиц, очень много видов рыб, рыбалка очень хорошая, охота, то же самое, значит, охота до 1 февраля, есть такие хорошие места, где охотники охотятся хорошо. А еще привлекает людей уникальность самого города. Его основатели беглые казаки, которые поселились здесь в середине 17 века. Сменить место жительства им пришлось из-за религиозного преследования. Сегодня в Вилково около 80% населения прихожане Старообляческой церкви, а памятник Липованам установлен возле главной пристани. Здесь чтят традиции своих предков, трепетно относятся к своей истории, но при этом очень доброжелательны и приветливы ко всем гостям, которым готовы показать все самое интересное Вилково. Например, вряд ли в Украине где-нибудь есть еще одна вот такая улица Горького, где вместо оживленной трассы вырытый вручной канал, а вместо легковушек – лодки. Есть и пешеходная зона, узкий деревянный настил, по которому возможно лишь одностороннее движение. В городе таких вот каналов, или как их называют сами жители, ериков, ни много ни мало, а 38 километров. Так что жить на воде для Вилковчан – привычное дело, здесь много моряков и рыбаков. Однако туристический сезон невелик, недолго длится и сезон рыбной ловли. А работа нужна постоянно. Поэтому сегодня многие Вилковчане свои надежды связывают с возобновлением судового хода по каналу Дуное-Черное море. 99% вилковчан относятся к тому, что канал заработал с положительной стороны. Потому что это наша жизнь, открытие канала, это наши рабочие места, это будущее нашей, не то, что нашего Нилка, а всей нашей Украины и Придунайского края. Поэтому мы с большим удовольствием узнали, что начали рыть, что открыли, что уже прошло до 500 судов, и жители города это приветствуют. Кстати, как выяснился, работа канала «Река-море» приносит выгоду не только тем, кто связан с транспортными перевозками. Морские грузовые суда любят глубину. Но любит ее и знаменитая дунальская селедка. А ведь рыба – один из основных промыслов жителей Вилкова и замечательная приманка для туристов. Любовь Леонидова, Кристина Кондратьева, Вести+.